привет друзья елена клевцова сегодня я поделюсь с вами несколькими своими мыслями на тему как же все-таки выучить арабский язык занимаясь всего лишь по несколько минут в день очень актуальная злободневная тема поскольку занятость и выгорание это бич нашей эпохи люди начинают и забрасывают люди начинают и не заканчивают что же с этим делать и сегодня я отвечу на вопрос почему заниматься по несколько по несколько минут в день гораздо эффективнее чем заниматься часами но нерегулярно итак поехали многие мои студенты совершают одну и ту же из года в год для меня понятную ошибку и каждый раз я им рассказываю о том как избежать этой ошибки но почему-то мне до сих пор не приходило в голову рассказать об этом публично так вот студенты покупают курс они вдохновлены и начинают изо всех сил делать домашки человек там каждый день мне шлет отчеты что там такое все новые и новые дополнительные материалы помимо того что у меня в курсе есть я понимаю так все это это надо пресекать почему то есть казалось бы я как учитель должна радоваться и думать о какой замечательный студент но я как учитель прекрасно понимаю что чем больше человек учится тем быстрее все это закончится я начинаю рассказывать такому студенту что дело в том что у нашего мозга есть очень интересные механизмы сдерживание то есть мозг бережет нас на самом деле от перегрева то есть есть у него такие механизмы которые не позволяют нам перетрудиться так скажем его значит мозг и замечает что пошла какая-то такая сверх активность он на это смотрит там несколько дней подряд или недель до потом начинает просто автоматически включать включаться выключалка как-то происходит человек начинает заниматься по два-три часа в день мозг перегрузился и потом он дает отбой организму и у нас начинает находить кучи находиться куча других важных дел куча отвлекающих обстоятельств не пойми откуда взявшихся и все и мы вот по каким-то объективным причинам все должны вынуждены забросить арабский язык на самом деле эти объективные причины создала наше собственное подсознание для того чтобы уберечь нас же от стресса от перегрева как этой ошибки избежать а избежать очень очень просто заниматься меньше заниматься меньше то есть я всегда своим людям говорю ребята не больше сорока минут в день вот не надо больше 40 минут в день вы за год своими медленными темпами обгоните всех ускоряторов достигаторов и бегунов почему потому что ваше постоянство сделает гораздо больше чем подъем штанги в 200 килограммов за один раз новичком понимаете да но это как это все как в спорте я даже рассказывать на эту тему подробно не буду вы вы так все понимаете вот и я нашла очень интересное исследование которое доказывает на графиках и схемах что самое эффективное запоминание происходит в 12 часовом промежутке то есть если мы хотим усвоить какой-то материал мы должны каждые 12 часов вкладывать в свой мозг этот материал то есть если мы хотим изучить арабский язык то нам нужно заниматься желательно крайне желательно два раза в день с промежутком 12 часов ну грубо говоря этом утро и вечер причем заниматься даже вот чисто символически 5 7 10 ну 20 минут это просто вы герой что это дает ну что там можно выучить за 7 минут каждая скажите вы да на самом деле это дает включенность то есть у вас раз включился клапан арабский язык зашел мозг начинает это воспринимать и поскольку он это не воспринимает не как нечто там чуждо стрессовые и отъедающие кучу энергии а наоборот как нечто такое позитивно развлекательно веселительно и так далее да то есть мозг такой сразу о как здорово это меня развлекает это меня отвлекает я переключаюсь мне это дает энергию и он это ставит галочку там где-то у себя в подсознании что о это позитив а позитива должно всегда не хватать то есть смысл любых занятий закончить до того как ты устал если ты закончил до того как ты устал то твое подсознание требует еще это вот как в еде до чуть-чуть не доесть и тогда включаются там какие-то очень очень классные механизмы так вот если мы получились но чуть-чуть себя не додали этого кайфа от учёбы ведь учеба это что же кайф понимаете да так вот если мы этого кайфа себе чуть чуть не додали мозг требует еще он будет давать изтащи вечером а давай еще вечером сам себе такой да за такой раз еще вечером пять минут но вообще пять минут вообще мало такой потом с утра Ну давай еще утром, давай хотя бы 7 минут или 10. То есть вы вступаете в сговор сами с собой. То есть с собой реально надо договариваться. И вся наша проблема в изучении языка, она чисто в психологии. Потому что, ребята, я вам гарантирую, что если вы будете заниматься языком какое-то определенное количество, какой-то период времени, от трех месяцев до года, то вы изучите любой язык. Любой сложности. Причем заниматься надо, как я говорю, очень-очень потихоньку, полегоньку. Итак, если мы занимаемся каждые 12 часов, ну ладно там, или каждые 24 часа, но лучше каждые 12 часов, то мозг наш привыкает. А привыкание это очень-очень-очень полезная для нас штука. Когда он привыкает, он привыкает это все воспринимать без стресса. То есть он каждый раз, мозг, как только мы включаем еще раз режим, еще раз 5 минут, еще раз 7 минут, да, он такой раз и раскрывается. То есть вот происходит какое-то внутреннее такое приятие. Ты такой, ой, как классно. И раз еще что-то принял, потому что если ты скажешь, ой, опять этот арабский, все, мозг закрылся, энергия не поступает. Он не дает энергию, он говорит, не-не-не, не дам я тебе энергию. Ну и ты такой, учил-учил эти 15 слов, ни слова не запомнил, потому что мозг закрылся не потому что погода, а потому что просто мозг закрылся, ты ни слова не запомнил, у тебя один негатив, на следующий день у тебя находятся непреодолимые обстоятельства, чтобы не повторять этой бессмысленной пытки над самим же собой. Итак, что нам нужно делать? Нам нужно показать, что это для нас является удовольствием, что изучение арабского языка является для нас источником энергии, а не пустой тратой той же самой энергии жизни, да? И чтобы это показать и доказать мозгу, нам нужно, что делать? Заниматься по чуть-чуть и с удовольствием, то есть дать себе этот режим удовольствия. Как это делается? Вы берете себе промежутки времени, как я говорила, идеально, это вот каждые 12 часов, но не по секундомеру, вы же понимаете, да? Не по секундомеру, а по внутренним ощущениям. Берете себе эти промежуточки, находите в первой половине дня и перед сном. Но перед сном вообще идеально, потому что перед сном все, что мы записали там себе на подкорочку, как еще в древних комедиях, помните, да? Все это уходит к нам очень глубоко в память, поэтому перед сном что-то там поделать с арабским языком. Это просто суперкруто. Поэтому ставите себе вот эту задачку по 5 минут. Вот реально, ребята. Потому что где-то там в Японии, там вообще говорят, что по одной минуте можно заниматься и по одному в день учить. То есть такие даже есть методики. Ну ладно, мы не будем так уже сильно заниматься экстримом, да? То есть не будем себя ломать. Мы люди суровые, да? Мы любим, чтобы у нас было сложно, поэтому давайте все-таки... Нам суперлегкость, это наоборот для нас лишний стресс. Поэтому мы не можем поверить в легкие способы, поэтому давайте там себе установим хотя бы там два раза по 7 минут я занимаюсь, да? И все, и занимаетесь. Причем, смотрите, что вы можете за это время сделать? Вы можете посмотреть видео. Ну не такое развлекательное, как сейчас, да? А допустим, у меня на канале там же есть достаточное количество видео для начинающих, по которому вы можете изучить там пару слов, что-то пописать там, выписать для себя. Есть там у меня и посложнее видео, посмотрите. Есть словари, кстати, они правда там старенькие, но посмотрите в плейлистах, у нас много чего лежит. А, и сейчас мы еще делаем новую серию словарей, вообще называется «Арабские за рулем». Ну, понятное дело, писать мы за рулем не будем, но слушать хотя бы там минутные видео, серия очень такая для занятых людей как раз. Поэтому посмотрите, покопайтесь, выберите для себя, с моего канала, там, с других каналов, откуда хотите, из учебников, то, что вам нравится, да? Берете, 7 минут там это слушаете, пишите, ручкой прописываете, потому что очень важно писать. И все, забывайте об этом удовольствии до вечера. И так каждый день, не надо 7 дней в неделю, достаточно 5 дней в неделю вполне, и там немножко отдых. Месяц в таком режиме поживите, вы увидите, что с вами произойдет. А произойдет реально чудо, то есть 100% гарантированно. Ребят, просто попробуйте. Если вам понравилось это видео, если вам понравилась сама идея вот таких мотивашек, напишите мне, я вам еще много чего могу наговорить из своего опыта, из своих наблюдений за людьми. Поэтому скажите мне, тоже рассказывайте о своих сложностях, о своих, тоже может быть, каких-то лайфхаках, да? Давайте делиться, давайте объединять, аккумулировать этот опыт. И еще вам много чего расскажу из этой серии, если это видео, что говорится, зайдет. Поэтому ставьте лайк, если вам понравилось. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь на наш канал. Также зайдите на сайт арабскиелегко, arablegko.ru Посмотрите, какие у нас есть курсы. У нас различные онлайн-курсы арабского языка для разных людей с разными потребностями. С поурочной программой, все там выложено. Посмотрите. И жду вас с нетерпением в числе своих студентов. До встречи. Маасаляму. Субтитры сделал DimaTorzok